В США запуск ракеты Северной Кореи назвали очередной провокацией и призвали мировое сообщество ужесточить санкции в отношении Пхеньяна. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Тем временем в Соединенных Штатах разгорается экологический скандал. Тревогу бьют защитники природы. Администрация Трампа, чтобы сохранить рабочие места, решила не закрывать сотни предприятий, которые загрязняют окружающую среду. Насколько серьезно они угрожают экологии? Дмитрий Анопченко расскажет все подробнее. Вода в этой речке Вирджинии даже на первый взгляд выглядит грязной. Но простейший анализ доказывает все куда хуже, чем можно было себе представить. Нормальный показатель 300 единиц, а здесь он превышен в 6 раз. Оранжевый цвет свидетельство того, что в воде содержатся тяжелые металлы. А ведь все эти небольшие потоки собираются в большую реку, из которой в городах потом берут воду для питья. Откуда взялась химия, долго гадать не нужно. С шахт, расположенных неподалеку. Их открыли еще в 60-е. С тех пор технологии шагнули далеко вперед. А здесь все еще работают по старинке. Владельцы вложили 250 миллионов долларов, чтобы сократить вредные выбросы. Но до установленных норм все равно не дотягивают. И это предприятие, как и многие другие, при Обаме попало в черный список. Его решили закрыть. Местных жителей это привело в отчаяние. Шахты многим давали работу. Голосовали тут за Трампа. И с радостью восприняли решение новой администрации отказаться от экологических ограничений. Взять предприятие, которое 30-40 лет работает, и закрыть из-за каких-то выбросов атмосферу, которые неизвестны еще, существуют ли. Мы так рады, что администрация Трампа все это пересматривает. Эйрин выросла в здешних местах. Ей до слез больно, что местные считают ее врагом. Но слишком уж сложен выбор между тем, чтобы лишить тысячи людей работы, или оставить все как есть, но отнять будущее уже у детей. А в этой местности каждая третья семья постоянно возит малышей к врачам. Новая администрация выбор сделала. Все разговоры о возможных экологических проблемах тут воспринимают скептически. На международном уровне решили отказаться от финансирования программ по глобальному изменению климата. Внутри страны урезали бюджет экологического ведомства. С одной стороны, они говорят, мы недостаточно знаем, давайте изучим проблему получше. И в то же время урезают исследования и не дают ученым ни в чем разобраться. Вполне возможно, что состояние здешних рек скоро только энтузиасты и будут контролировать. Масштабные ограничения для промышленности, которые все 8 лет президентства вводил Обама, Трамп уже отменил. Но есть еще одна инициатива. Агентства по защите природы в Соединенных Штатах хотят в принципе закрыть. Семь конгрессменов-республиканцев уже зарегистрировали законопроект. Мол, экологические ограничения вредят бизнесу, приводят к убыткам, забирают рабочие места. А значит, долой контроль, ведомство нужно ликвидировать. Вот только будут ли противники Трампа, демократы, так же настойчиво бороться против этой инициативы, как недавно против его иммиграционных указов. Тема куда важнее, но не такая громкая и вряд ли принесет политические дивиденды. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.